Всем привет! С вами снова Александр. И сегодня я хочу вам рассказать о классной колясочке, которая вообще не нуждается в представлении. Это коляска от компании Joy. Модель называется Lightrox 4. Обзор на простую версию Lightrox 4 у меня на канале есть. Я ссылку в описании к этому видео добавлю. Пройдите, посмотрите. Сегодня я вам расскажу о специальной серии Flexignature. Это улучшенная версия, которая приближает эту специальную серию у Joy. Более к премиальному сегменту, потому что они используют здесь действительно классный, дорогие материалы. В отбивке поменяли материал на ручки, дополнительные фишки установили для ребенка, улучшающий его комфорт. Так что это достаточно интересно получилось у них. И сегодня я покажу вам комплектацию 2 в 1. Как установить сюда люльку, какие адаптеры для этого нужны. Ну и собственно вообще немножко поделюсь своими впечатлениями. Так что поехали! Еще раз всем привет! Смотрите, как я сказал, будем изучать с вами Lightrox 4 Flexignature в комплектации 2 в 1. Вообще это мега популярная прогулка. Я добавлю ссылочку на обзор Lightrox 4 не в специальной серии Flexignature в описании к видео. Пройдите, посмотрите. Сам обзор технически в целом, функционал у колясок не отличается. Здесь просто улучшили качество используемых материалов. Поэтому, если сама коляска вам интересна, как прогулочная версия, обзор внизу будет. Посмотрите. Я же сегодня вам расскажу то, из чего, точнее говоря, ощущение от коляски именно Flexignature, почему она лучше. И теперь у нее расширили функционал. Можно ее сделать комплектацией 2 в 1. Для того, чтобы использовать люльку, вам понадобятся два адаптера. Чтобы их установить, смотрите, я на самой коляске уже снял бампер, потому что адаптер ставится туда, куда ставится бампер. Снял козырек, потому что он вам, в принципе, сейчас не нужен. Вот. Ну и органайзер сзади здесь еще используется. Я его просто еще не одевал. Смотрите. Устанавливаем сюда адаптеры. И ставим люльку. Сразу предвидя вопросы, нужно ли снимать полностью отсюда материал. Вообще технически снять возможно весь материал. Но это если вы сильно заморочитесь, потому что ткань, понятно, если одели, то ее можно снять. Но чтобы ее снять, это процесс вообще немножко трудоемкий. Вот здесь все на болтах, саморезиках. Здесь тоже саморезы. Все это нужно разбирать полностью, вытягивать с трубки. Ну, немножко такой трудоемкий процесс. И можно этого избежать, просто сняв козырек и установив туда просто люльку. Потому что выглядит это абсолютно нормально, не колхозно. Вот смотрите. Все. В принципе, я не считаю эту конструкцию уродливой, какой-то неправильной. Козырек если оставим, да, будет колхоз. Вот здесь этот козырек никчемный. Ну, в данном случае, вот, он не понадобится. Поэтому вот так вот спокойно эксплуатируем. Если снимете, останется склет. Ну, потрудиться можно отверточкой все это снять. Но можно, в принципе, обойтись и так. Что касается Signature. Signature это специальная серия, повторюсь, в которой используются более дорогие качественные материалы. Если взять обычный Lightworks 4 и вот эту, это действительно большая разница. Эти материалы намного-много приятнее по ощущению. Они дороже, они качественнее. Плюс на ручке у нас уже появилась эко-кожа. Здесь у нас эко-кожа. И вы держите, и это действительно приятнее, чем держать губку. Губка со временем трескается, впитывает в себя всю влагу. Ну, короче, вот так намного-намного лучше. Немножко дороже. Та вроде 13900 на сегодняшний день. Это в районе 18000. Но здесь вы уже получаете действительно красивую, качественную обивку, прокрашенную раму. Ну, а еще один момент, о котором чуть-чуть позже. Так, вернемся сразу к люлечке. Люлечка, кстати, с защитой от ультрафиолета, козырек. Здесь все в этом плане отлично. Так, здесь получается, что у нас вот здесь ничего не отстегивается. Если мы хотим летом проветрить, у нас один вариант. Просто откинуть, отстегнуть вот так вот козырек. Если мы хотим сделать вентиляцию, организовать. Но сеточки здесь нет. Сразу, чтобы вы понимали, как здесь организован козырек. Естественно, он у нас наклоняется. С этим все нормально. Накидочка на ножки, которая плотно внахлёст все закрывает. Тоже, естественно, имеется с логотипом Joy. Вот, она, кстати, такая плотная, мягенькая. Так, что касается внутреннего убранства. У нас здесь используется тактильный, реально приятный материал. Даже есть кармашек, органайзер для телефончика. Можно положить сюда что-нибудь, книжечку, журнальчик, салфетки можно положить. Матрасик у нас равномерный. Бывает просто у изголовья утолщение небольшое. Здесь равномерный матрасик. Очень мягкий, приятный, лёгенький. И, соответственно, деревянное основание. Это значит ровная, нормальная поверхность. Так, что касается люльки. Это, в принципе, всё. Про люльку особо много не расскажешь. Люльки и люльки. Главное, чтобы была вместительная, глубокая, точный размер характеристики. Внизу в описании по ссылке на первую коляску пройдёте. Там всё будет. Граммы, килограммы, сантиметры, миллиметры. Всё это там есть. Она лёгкая, поэтому при транспортировке проблем не будет. И, что немаловажно, есть ножки пластиковые, которые дадут вам возможность ставить её на землю, не боясь повредить ткань или испачкать. Так, с этим, в принципе, всё. Убираем адаптеры. Адаптеры не идут в комплекте. Приобрести в Lightrex 4 Signature нужно будет отдельно. Так, давайте верну обратно козырёк. Чтобы это выглядело всё посимпатичнее. Обратно застегну его полностью, как он был. Всё, можно ездить. Так, что касается козырька. Есть смотровое окошко на липучках. Хотелось бы, конечно, на магнитиках, но здесь на липучках. Есть дополнительная секция. Здесь вот по бокам тоже сеточка. Эту секцию можно закрыть, уменьшив немножечко козырёк. Кстати, тоже защита от ультрафиолета по стандарту. Вот у них там 50+. Это такой, считается, высокий стандарт защиты ультрафиолета. Вот. Это у нас козырёк. Ткани, повторюсь, реально классные. Вот щупаешь, чувствуется дорогая, хорошая ткань. Так. Из плюшек для ребёнка, которые, я говорил, фишечка такая своего рода. Здесь, понятно, амортизация на самой коляске есть. Это всё стандартно. Но здесь установлена система амортизации самого сидения. Здесь жёлтые такие пружины снизу установлены. Постараюсь фотографию найти, вам показать наглядно. И это у нас, вот смотрите, какой огромный ход амортизации от шасси. И вот, огромнейший просто ход амортизации сидения для ребёнка. Этого нет. В принципе, я даже не помню, у каких брендов есть такая вот фишка. Здесь есть. Это и отличает обычную версию от Signature. Вот эта амортизация более дорогое исполнение материалов. И обивка ручки тоже поменялась. Вот. Поэтому, да, немножко дороже, но по ощущениям намного приятнее. Коляска стала и выглядеть лучше, и ощущаться лучше, и комфортнее для ребёнка. А комфорт ребёнка, ну извините, хотите, чтобы вашему ребёночку было комфортнее. Платить приходится за это всегда. Как и везде, за всё. Вот. Поэтому, очень даже годный вариант получается. Хорошее предложение до 20 тысяч рублей. Полноразмерное, полнофункциональное, с хорошими действительно материалами. Они очень качественные коляски. И плюс очень комфортно для ребёнка. Плюс ещё у нас сейчас есть возможность приобрести два в одном. Это круто. Потому что люлька, которая здесь идёт, она действительно не ущербная. Она большая, полноразмерная люлька, в которой вы и зимой сможете прекрасно меховой конвертом, комбинезончик, что бы вы ни одели, будет достаточно места. Плюс она достаточно длинная получилась. И на рынке, по сути, ну в таком качестве, в таком ценовом диапазоне, конкуренты, конечно, есть, но что-то не то. Отличное предложение, я считаю. Так что, естественно, выбор, как всегда, за вами. Но обратите внимание, в два в одном, даже просто прогулку, если. Вот. Это хороший вариант. В принципе, всё, что хотел рассказать, рассказал. Если это видео вам было полезно, интересно чем-то, вы что-то для себя подчеркнули, ставьте лайки, пожалуйста. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Нажимайте на колокольчик, чтобы уведомления о новых видео вам приходили. Вот. И спасибо большой первой коляске за предоставленную коляску Joy Lightrix 4 Signature на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, гранатного выбора колясочкой для вашего ребёнка. И всего доброго.